Для конфет я взяла здесь 200 грамм кокосовой стружки, 100 грамм орехов, 100 грамм миндаля и банка сгущенки. Но вот молоко и масло и шоколад это для глазури. Для начала нам нужно в первую очередь залить миндаль кипятком. Пока мы будем делать остальное, пока побудет в кипятке, мы будем снимать кожицу. Так, залили кипятком, отложили. Тем временем нам нужно измельчить орехи грецкие до совсем мелкой крошки. Добавляем эти же орехи кокосовой стружки. Пока мы измельчали грецкие орехи, миндаль, смотрим, можно ли уже очистить. Смотрите, там буквально минута прошла, уже можно очищать. Очищаем вот так вот от кожи. Кожа или это что? Пленка. Вот так вот. Сейчас, я попросу. Легко очень снимается все. Вот так вот. Осторожно, вода горячая, можно обжечься. В общем, покажу вам, когда уже все очищу. Миндаль я очистила. Очистилась все очень быстро. Слегка ее уберем влагу. Вот так вот уберем лишнюю влагу. И измельчаем. Только на этот раз миндаль измельчаем чуть покрупнее. То есть, можно нарезать, можно вот измельчить не так, как совсем в крошку. Совсем слегка. Измельчили вот так вот покрупнее, чтобы их можно было почувствовать во рту. Их, конечно, и целыми можно было оставить. Но, мне кажется, целыми не очень удобно. Они очень большие. А если конфетки делать маленькими, так совсем. Все. Теперь эту массу перемешиваем хорошенько. Теперь добавляем сгущенку. Здесь у меня банка сгущенки. Перемешиваем. Дальше я надела перчатки. Буду ручную перемешивать. Должна получиться вот такая масса, Которая можно придать форму, Но мешать тяжело ее. На самом деле, если миндаль очищен уже у вас заранее, Все делается совсем быстро. То есть, очень вкусные конфетки и очень быстро. Дальше я беру форму. Постелила пергаментом. Если силиконовая форма, можно пергамент нестить. Можно вручную сделать шарики и обмокать шоколад. Можно прямоугольники делать. Но я так и сделаю, чтобы они были все одинаковые. Так. Смочу немножко руку, Чтобы не прилипало. И вот так вот. Теперь ставлю в морозилку И буду делать глазурь, шоколад к нему. Посмотрим, сколько будет застывать. Я вам скажу, зависит еще от холодильника. Делаем глазурь. Значит, 100 миллилитров молока. Добавляем щепотку такую, Где-то чуть больше чайной ложки, наверное. Все это должно закипеть. Как только молоко закипело, Добавляем шоколад. И убираем с плиты. Даем растаять плитке. Плитка растаяла. Но, видите, жидкая она еще. Даем еще раз закипеть. Второй раз. Закипел уже вместе с шоколадом. Вот уже более такая однородная масса. Все. Оставляем остывать. Она еще загустеет, когда остынет. Так, прошло 15 минут. Достаем. Нам не нужно, чтобы она замерзла. Нам слепка, чтобы она схватилась. Можно было бы еще чуть-чуть оставить, конечно. Теперь нам нужно смочить нож и нарезать на кусочки, какие вы хотите. Так, придаем форму. Ну, как бы форма есть, просто подправляем, чтобы было красиво. Опускаем шоколад. Вот так вот все обволакиваем. Дальше поднимаем. Ждем, чтобы стекла чуть-чуть. Сек лишний шоколад. Чтобы не расходовать больше, чем надо. Все, ставим сюда. У меня здесь доска. На нем пергамент. Все буду собирать туда. , чтобы не расходить. то же самое проделываю с белым шоколадом правда здесь мало там у меня две плитки шоколада было здесь одно все то же самое только молока и масла поменьше положила ну и конечно чуть-чуть надо было подождать чтобы остыла глазурь который стекается в итоге у меня ушло три плитки шоколада две молочные 1 вот белая молока получается 150 на 2 шоколада ну на белый и на молочный лазурь и как раз хватило на все можно из оставшегося шоколада сделать узоры а а а пока выглядит не очень застынет будет лучше ставим холодильник так конфетки наши застыли но не совсем застыли но можно уже показать пока они немножко застывшие я смочила нож и подровняла там где неровности можно подровнять либо рукой либо ножом вот так вот столько у меня получилось можете форму сами сделать любую посмотрим сейчас разрезе какую если вам нужно чтобы она срочно застыла можете поставить в морозилку и регулировать самим уже насколько вам нужно чтобы она застыла вот так вот она выглядит очень мягко очень вкусно похоже знаете на что где-то между рафаэлла и баунти не рафаэлла не баунти что-то между ними рафаэлла энд баунти продакшен наверно ну это нереально вкусно советую всем попробовать сделать очень легко кокосовые стружки добавляете миндаль орехи грецкие и сгущенку все перемешиваете делайте конфетки и глазурь забыла вам про миндаль сказать миндаль у меня был обжаренный только я не сама жарила уже купила обжаренный так что вот вначале забыла про это сказать ну вот так вот пошла я пить чай с моими конфетками кстати глазурь можно добавить еще немножко коньячка было бы вообще супер но я этого не сделала потому что сейчас основном у меня будут дети это кушать поэтому я не стала вы можете добавить ну а у меня все надеюсь вам все понравилось пока пока